Пока еще зима сохраняет свои права, но все с нетерпением ждут наступления весны. А это значит, дачникам пора готовиться к новому сезону, подготавливать рассаду. О том, как выбрать качественные семена и не прогадать, мы расскажем в нашей еженедельной рубрике «Потребительская корзина». Конец февраля – жаркий период для огородников, самое начало весеннего сева. Сажать семенами выгоднее, они стоят дешевле, чем готовые рассады, да плюс и выбор сортов – семена гораздо шире. Расскажу вам о том, как надо подготовить семена к посадке. Что для этого нужно сделать? Рассадный ящик мы заполняем землей. Земля у нас состоит из разных частей. Вы можете увидеть, что здесь достаточно много песка, потому что семенам легче всходить в легкой почве. Потом вы видите, что я оставила от края ящика достаточно большое расстояние. Если семена проростки не будут пикироваться, я буду подсыпать сюда покупной грунт, который могу вам сейчас показать. Лучше всего покупать землю с перлитом. Она легче, сильнее и насыщена питательными веществами. Затем землю нужно полить слабым раствором марганцовки. Земля все равно может поразиться какими-то грибковыми спорами и бактериями. Поэтому желательно провести вот такую вот предпосевную обработку. Можно обеззараживать сами семена соком алоэ. В концентрации или же разводится с водой один к одному, или же используется просто сок растения. Как нам получить сок из таких вот плотных листьев? Ну, вы знаете, гольноводинки хитра, здесь два варианта. Или же дней на шесть положить в холодильник, и тогда он становится, разжижается, и вы выдавливаете сок из этих листьев. Или же, как говорится, можно использовать чесночницу. Когда земля станет сухой, можно приступать к посадке. Такие культуры, как перец баклажаны и цветочная культура статица, уже требуют посева, потому что они развиваются достаточно долго. В подготовленную землю на расстоянии друг от друга мы раскладываем семена. Вы можете их посеять более густо и потом распекировать, но мы уже раскладываем в таком вот варианте сразу друг от друга на небольшом расстоянии. Далее семена засыпают землей, накрывают полиэтиленом и ждут три дня, а потом пленку снимают. В России практически вся страна пока еще зависима от импортных семян. В среднем порядка 70% семян привозится из-за границы. Отечественная семеноводческая база почти рухнула, дотации от государства не хватает. Основной семенной материал, который России вынуждены закупать, это семена сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Высокая цена на них снижает прибыльность аграриев, но все-таки при желании найти наши отечественные семена возможно. Также можно смело покупать семена фирмы Седек. Широкий ассортимент, практически во всех магазинах представлены. У фирмы Агроника что есть хорошего? У нее есть профессиональные семена. Некоторые люди пользуются ими. Вот, например, антигуа бархатца мы с удовольствием покупаем. С них нельзя собрать семена самостоятельно, потому что это мощные гибриды, но выглядят они очень красиво. Бесподобные цветы. Если вы покупаете семена гибридов, то на упаковке должен быть знак F1. Это значит, что такой семенной материал – дело рук селекционеров. Получить семена от них не получится. Русский огород – достаточно хороший выбор овощных культур. Много серий новых появилось, и все, кто занимаются выращиванием, знают, что на семена этой фирмы также можно положиться. Плазменные семена выпускает фирма Плазмос. Чьи она берет семена, в общем-то, науке неизвестно, отечественный ли это производитель или импортный. Но фирма Плазмос предлагает нам семена, которые, в общем-то, находятся в таких дрожированных маленьких штучках. Это сделано для того, чтобы, развиваясь, растение сразу получало необходимые питательные вещества. Семена Алтая – тоже хорошие семена. Они практически всегда находятся вот в таких маленьких конюльках. Для того, чтобы сэкономить, эксперты рекомендуют заранее, перед началом сева, заказать семена от производителей по интернету. Так они будут стоить дешевле. Если объединитесь с другими огородниками, то цена получится еще ниже. Надеемся, наши советы помогут вам вырастить хороший урожай.